Всем огромный привет! Меня зовут Юлия, вы на моем вязальном канале. Я надеюсь, что есть еще влоговая ссылка, на которой всегда находится под видео. Но сегодня я с вами поговорю, конечно же, о том, что было связано. Шутка. Нет, видео о готовых работах в этом месте, к сожалению, не будет, потому что я практически ничего-то и не связала. У меня на спицах три процесса сейчас. Я вам обязательно покажу все в конце. Ну, давайте все-таки начнем с того, что я вам покажу кадры со своего путешествия. Немножко вам поснимала также на вязальную тематику. И да, я недавно была в Сочи. Четыре безумно классных дня провела там. В свой день рождения я себе решила сделать подарок. Вместе с детьми мы ездили в Сочи, отдыхали, я даже искупалась. Обо всем об этом тоже можно посмотреть на моем влоговом канале. Подробности. Ну, а здесь я, конечно же, тоже вам немножко покажу. И что же я купила в Сочи из пряжи. Да, я тоже не смогла пройти мимо рукодельного магазина. Тем более, что он просто вот нарисовался передо мной вот так вот. Я его не искала, но он нашелся. Давайте смотреть. Всем привет. Я в Сочи нахожусь. И что хочу сказать. Я, конечно, брала с собой работу. Брала с собой желеет розовое. Но я не привязала ни одной петли пока что еще. Ни в ласточке, ни в доме. Ну, в номере. Потому что у меня просто нет на это времени. Но сейчас я вот оставила детей в игровой комнате. Они там развлекаются. И я прогулялась здесь недалеко от... Ну, я прогулялась здесь в торговом центре Адриум. И в какой-то, в каком-то ботике нашла пряжу. Сейчас покажу, что я купила. Ну, и вообще, немножко покажу магазинчик. Смотрите, что нашла. Сейчас посмотрим, что там есть. Смотрите, какая красота. Здесь у нас хлопок. Вот Лана Гросса, какая красивая. Смотрите, расцветочки. Вискоза даже есть. Рук-н-ролл. Пушистая травка. Джуд. Блестящая, посмотрите, какая красота. В общем, ничего здесь только нет. Я хочу... Ангора. Пухнорки вот такие стоят. Пухнорки. Вот эти, да. И вот, которые еще слева. Да, вот эти. Там получается троечка, два с половиной. А вот интересная, смотрите, какая новая нагроса. Руки, это львистка. Но у нас это будет стоять. А те, которые поступили, прям уже берете пятерка, шестерка, семерка. Но здесь... Очень красиво. Прям крупная. А крючок такой есть? Да есть все. Просто вы определите. Некоторые оплетают, некоторые вяжут. Нет, я хочу связать. Я люблю крючком вязать очень. Гординка или большая доставлю. А вот и для ручки. Для сумок ручки. Цепочки, всякая фурнитура. Готовьте почву, почитайте. Умедонышко. 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 А донышко вон день, да? Посмотрите, какая у меня тут красота. Какие пальмы, какое небо. Сегодня, кстати, попрохладнее. Вчера у меня был день рождения. Я даже искупалась в море. Но сегодня люди в ветровках ходят, так прохладненько. В общем, давайте я вам покажу. Ну, во-первых, помните, я вам показывала в одном из видео, что хочу свяжать сумочку себе черного цвета. Такую небольшую летнюю сумочку. И мне девочки посоветовали в магазине вот такую вот пряжу. Вот такую вот верно-арт-макраме. Вот он. 85 хлопка, 15 полиэстера. 250 метров на 250 грамм. Вот такой вот шнурочек. Он не тоненький, но и не толстый. Как шнурочная пряжа, да? Шнурковая пряжа. Мне кажется, будет идеальная сумочка. Моточек большой. Сумочка даже может получиться. И не маленькая. Ну, в общем, посмотрим. Посмотрим. И решила, знаете, что еще взять. Я уже готовлюсь к осени. Хотя, скорее всего, это больше на весну похоже. Это казал танго. Называется пряжа. 270 метров на 50 грамм. Вот она такая красивая. С отливом. Она лежала рядом с казал рок-н-ролл. Но та немножко потолще. Я посмотрела образцы. И с той связанной из рок-н-ролла. И вот из этой. И решила, что нужно брать пряжу потоньше. Чтобы связать двойную бенни. Привет, голубь. У меня ничего нет, к сожалению. Кроме пряжи. Вот. Взяла таких два моточка. В общем, 100 грамм. По-моему, очень красиво. Так. Ну и что состав-то у нас, да? Состав 20 акрил. 70 полиамид. И 10% мереносовой шерсти. В общем, состав, как мы видим, в большинстве своем синтетически. Но пряжа красивая, согласитесь? И в принципе, любая пряжа вот такая вот. С пухом, с таким пушком, да? Она будет закатываться. Какая-то больше, какая-то меньше. Самое главное, чтобы получилась красивая вещь на Сибирь. Вот такой вот у меня улов в городе Сочи. Я просто не могла уехать отсюда без пряжи. Это, да. Ну и без, и без, и без, без открытия купального сезона и без пряжи. Вообще, это был один из самых лучших моих дней рождения. И я счастлива, что провела его здесь. И вообще, я себя ощущаю в какой-то сказке, если честно. Ну, в такой, в своей современной сказке. Сегодня последний день. Мы каждый день ходили на море, еще и по несколько раз. И сегодня пришли вот с ним попрощаться. До скорых встреч, до свидания. Мы скоро вернемся, правда, уже на другой пляж, в другой город. На песчаный пляж. И обязательно уже искупаемся все вместе. Ну, а на сегодня... До свидания, море. До скорых встреч. Девочки, я достала вот свой свитер, который вязался недавно, в этом году. Я очень довольна им, абсолютно. Единственное, что мне не нравится, это вот эти вот дырочки по регланным линиям. И я потом уже поняла, что, наверное, надо было не регланом все-таки вязать, а шивным, по крайней мере, да, регланом. Или, может быть, с вточным рукавом. Или, может быть, со спущенным плечом. Потому что регланная линия, если вязать по кругу, она вот дает вот такой эффект с дырочками. Видите, вот здесь такого особо не наблюдается. А здесь прям явно видно. Ну, все-таки, в любом случае, когда ты вывязываешь регланные линии, какие-никакие там дырочки остаются. А тем более с учетом такой пряжи. Поэтому сейчас что я буду делать? Я хочу взять... У меня там пряжа осталась еще. Попробую ею сшить, если не получится. Ну, вот просто взять и как-то сшить все вот эти дырочки все вместе. Объединить... Ой, ну что делать? Зашить все вот эти дырочки. И тогда я буду с большим удовольствием носить эту вещь. А так она очень классная, теплая. Просто безумное какое-то наслаждение. Мягкость и красота, безусловно, красота. Так что сейчас буду исправлять вот эту небольшую погрешность. Хочу показать вам, что получилось. Вот здесь, с этой стороны, я постаралась зашить все максимально дырочки. А с этой стороны они еще остались. И я сейчас доделаю, конечно, все это. Потому что, ну так, оставлять нельзя. Но носить я уже не буду, потому что у нас лето пришло в Краснодар. Слава богу, наконец-то мы дожили до этого момента. Я уже думала, оно не придет. Будет бесконечная зима, весна, переходящая в осень. Но нет, все-таки лето. Лету быть. И я все теплые вещи убираю сейчас. И вот этот вот свитер в том числе оставляю на следующий сезон. Насколько он мягкий, приятный. Насколько он мне нравится. Не передать словами. Единственное, что вот эти вот дырочки мешали. Видите, вот когда лежит, в принципе, не очень видно. А когда надеваешь, то они немножко еще расширяются. Теперь здесь вот с этой стороны уже такого нет. Вот. Только нужно растянуть конкретно, да. И это хорошо. Все. Я очень рада, когда вот такие вот мелочи, из-за которых ты, ну, не то что не носишь вещи, а думаешь, что как-то не так она выглядит. Когда ты исправляешь, вот так спокойно становится на душе. И можно уже с удовольствием носить. Все. Убираю. Ну, доделаю и уберу. Ой, ну вы посмотрите на этого кота. Я начинаю разговаривать с камерой. Он всегда где-то рядом. И вот начинает кривляться, или мяукать, или ходить перед камерой. Ему так хочется тоже, видимо, попозировать. Да, круассанчик? Знаете, мои хорошие, я давно так не отдыхала. Этот месяц у меня вообще такой насыщенный был, апрель. И я очень мало вязала, честно вам скажу. Давно у меня не было такого периода. Наверное, только в момент переезда, когда я из Якутска переехала в Краснодар, я в то лето, ну, практически вообще не вязала, потому что было совершенно не до этого. И вот сейчас, весной этой, я тоже очень мало вяжу. Даже как-то местами стыдно, неудобно перед самой собой, что я забрасываю свое хобби и такие любимые процессы, которые я давно вынашивала в своей голове. Но жизнь настолько насыщена, и сейчас еще и дети не в саду, да. И у меня столько занятий, столько дел, и я просто физически не успеваю ничего даже повязать. Бывают, проходят целые дни, когда я вообще не беру спицы в руки. И я брала с собой в путешествия все-таки не носочки, как я вам говорила, а вот этот вот процесс, жилет, да. Но я ни одной петли вообще не провязала, честно вам скажу. Ни одной, ни одной, ни одной. Вот настолько там все было насыщено, вот настолько там было не до этого, вот совсем не до этого. И да, ну, он остался на том же уровне, на котором был много дней назад. Также я до сих пор не оставляю надежды, что довяжу кардиган из травки, из хлопка-травка. Вот моточек у меня здесь уже второй начался. Чудесная, мягкая, приятнейшая пряжа. И классная будет вещичка, но, наверное, не скоро. К сожалению, буду вязать, ну, когда будет возможность. И носочки тоже, один носок вы видели уже, арбузный свой такой весенний-летний. И второй я начала, резиночку провязала, отмотала я сколько нужно, чтобы были одинаковые носочки у меня. Но они все равно, конечно, немножко разные. Потому что там как-то до сантиметра не угадаешь. Но, ну, примерно одинаковые. Так что, вот, буду вязать все это обязательно. Но сначала хочется, знаете, попробовать все-таки связать сумочку. Вот из этой пряжи, которую я купила в Сочи. Макраме Коттон от Ярнарт. Производство Турции. Здесь у нас 85 хлопка и 15 полиэстера. И это черный цвет, черный шнурочек такой. Он не толстый совершенно. Приятный, эластичный. Полиэстер всегда в плюсе для аксессуаров. То есть, если вещь 100% из хлопка, она все равно такая... Ну, конечно, смотря какой производитель, но она в большинстве своем может сесть, во-первых, после стирки. И вообще такая грубоватая. И выцветает на солнце. Не уверена, что черный не выцветит. Конечно, у нас яркое палящее солнце летом. Надеюсь, что нет. Почему черный? Потому что я вам показывала уже сумочку. Еще раз ставлю фотографию, которой я вдохновилась на Пинтерест. И хочется сделать что-то подобное. Мини сумочка такая летняя. Телефон, там, кошелек что-то положить и все. Буквально, чтобы не была она большой. Для каких-то коротких поездок, походов. Ну и так далее. И черный, потому что мне нравится черный цвет. Пусть даже и для лета. Но вот такая стильная сумочка получится. Я верю. Даже парочка, наверное, может быть. Кому-то в подарок свяжу. Ну и вот эту пряжу я тоже обязательно попробую. Но я ее пока просто купила и откладываю. Это будет шапочка на осень у меня. Скорее всего, будет двойная Бини. Газал Танго. Очень приятный цвет. Я его так люблю. Он, мне кажется, идет и освежает. И вообще многих он освежает и многим идет. Так что это очень важно. Особенно, когда ты берешь пряжу для шапки. Цвет находится у лица. И он должен подчеркивать достоинство, так скажем. И подходить человеку. Вот и все буквально, что я вам хотела сказать. Рассказать. Я обязательно буду все постепенно вязать. Находить для этого время. Я думаю, что оно обязательно будет. Тем более, что через неделю дети уже выходят. Заканчиваются наши бесконечные выходные. Выходят в сад. И я найду время обязательно повязать. Потому что уже отдохнула. Руки чешутся. Уже хочется, чтобы что-то появилось наконец-то. Так что готовые работы ожидайте. В конце мая, наверное. Может быть в июне. Потому что в конце мая у меня вроде как предполагается еще одна поездка на море. По секрету посмотрим, получится или нет. Очень хотелось бы. Вообще планов на это лето очень много по поездкам. В августе у меня приезжает подружка из Якутска. И хотелось бы с ней тоже на море пересечься в Геленджике. И если все получится, я буду очень счастлива. Вообще немножко даже хочу рассказать вам, поделиться поездкой о Сочи. Если кто-то там не был, расскажу, что это замечательный южный город. Именно такой, ну вот, как будто бы ты за границей находишься. Настолько там чисто, красиво, ровные дороги. Но причем русская речь везде, да. И зелени очень много, ярких красок. Он очень красивый этот город. Он очень уютный. Он очень интересный. Там много приезжих, соответственно, все такие расслабленные. В праздничном, таком приподнятом настроении. Все же в отпуске. Все отдыхают. Веселятся, да. И очень отзывчивые все, и добрые. И есть в нем, конечно же, свой такой вот шарм. Но жить в Сочи я бы не смогла. Вот меня спрашивали тоже подписчики с другого канала. Не хотела ли бы я переехать в Сочи или в какой-то курортный приморский город. И нет, однозначно. Потому что для меня это море, это то место, куда хочется приезжать и отдыхать. Но жить хочется в большом городе. Не в курортном. В городе больших возможностей. И в каком-то таком более стабильном, что ли. Вот. Не в городе праздники, да. А в стабильном, но большом и тоже не менее красивом городе в Краснодаре, который нас встретил. Кстати, жарой плюс 28 было на следующий день. Так что я довольна, что вернулась из отпуска не в какой-то холодный серый пыльный город, а вернулась в свой любимый Краснодар. Зеленый, теплый и цветущий. На этом я свой влог буду заканчивать. Большое спасибо всем за внимание. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»